Поэтому давайте немножко с вами познатольимся. Меня зовут Ира. И вот я сейчас с вот таким вот блокнотиком. Обычно случайно, но я поняла, почему я его с собой взяла. Этот блокнот — это наша осень. И если вот так его потрусить, оттуда его упадет. У вас у каждого собиралось то, что можно сложить блокнот и куда-то положить. Через несколько лет достать и вспомнить. Поэтому сегодня я буду читать стихи, которые я писала очень-очень давно. Поэтому не обессудьте. Объясню, почему. Потому что сейчас я пишу исключительно на украинском языке. А здесь аудитория, которая работает на русском языке. Я хочу, чтобы они теплее. Вот эти русские, они... Но начну я, пожалуй, со своего стиха. Я прочитаю, а потом скажу, кто это. Не дал Господь умение мне петь. Наверное, нет слуха, не иначе. Но вдруг запел. И слышу я, как медь о синих листьях в чудном горле плачет. Но женщина запела за стеной, наполнив щедрым светом вечером листы. И слышу я, как ветерок стекнул, проснулся в конской гриве золотистой. Поют мои друзья. Я никогда. Нет слуха у меня. Но словно в сказке я слышу, как падучая звезда звенит об их голосовые связки. Я слышу, как струится в жилах кровь. Справляется по ней судьба кривая. Когда приходит первая любовь, наш старый мир по новой открывая. Нет слуха у меня, но ничего. Я, может, как никто, умею слышать. Что значили певцы без моего умения слышать певчей их души? Получилось, да. Как-то вот так вот, честно, случайно, но как-то так вот. Продолжила линию после Аркадия. Я думаю, что после меня тоже будут петь. Поэтому я сегодня тот, кто слушает певцов. Это, не знаю кому, как может, возможно, известен, возможно, нет. Уже нынче покойный Юрий Каминский. Это криворожеский поэт. Очень замечательно, если вам где-то попадутся их стихи, его стихи, извините. Но это, правда, большая редкость. Но если попадутся, не пройдите в него. Ну и теперь поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Четвертый, совесть души. Дело ваше, мальчики, девочки, непонятные, все ваши проблемы решаются одним махом. Только затем кровать ваша будет в одиночной палате, куда никого не пускают, как и меня, в лет 20.